Мы будем делать шаверму со сминогом Мишленский шеф-повар, который крутит у нас шаверму Соус прям... Мишлен это все-таки немножко некая игра Я ел мерзкую шаверму, я два раза укусил и выкинул Шаверма за косарь в себестоимости Чувствую, это будет разъем Друзья, всем привет! С вами Павел Крупин и это канал Лавашмен И сегодня будет безумно вкусный выпуск Мы будем сегодня готовить и есть самую вкусную шаверму Но не просто, которая у нас готовится в наших ресторанах Нет, мы будем делать какую-то космическую шавуху, которую нет в Питере точно В любой шаверме и, скорее всего, нет в России Мы будем делать шаверму со сминогом Мы будем делать это с бренд-шефом, который работал у меня в мишленских ресторанах Он расскажет вообще, что такое мишлен И как повар с мишлена перешел в лаваше Конечно же расскажу вам про оборудование Как мы сейчас делаем модернизацию сети Какие производства строим, что ждет нас дальше по продукту И вообще познакомимся с командой, с нашей внутрикорпоративной культурой И самое важное, мы попробуем ту самую шаверму с осьминогом Так что, ребят, с нами сегодня Антон Рожба, наш бренд-шеф Антоха, привет! Антон с нами уже 4 года 4 года назад у нас была маленькая компания У нас не было федеральной сети У него больше 20 лет стаж поварской Он работал в Италии, в Германии, во Фрации В именитых ресторанах Питера и Москвы Ну и самое важное, что он работал в мишленских ресторанах Потому что, по факту, это мишленский шеф-повар Который крутит у нас шаверму Как ты попал вообще в поварскую индустрию И как ты дошел до лаваши? Как так случилось? Весь путь шел к лавашу Я, садик, дольше всего я работаю в лаваше Ну я в детстве уехал в Германию с родителями на ПМЖ в 14 лет В 17 пошел учиться на повара в Германии В большом отеле учился, работал Дальше весь мой путь был Я проходил стажировки во Франции в ресторане мишленовском Потом работал поваром в мишленовском ресторане в Мюнхене Потом работал долго шефом в городе Нюрнберг В 17 году приехал в Россию В 20-м году началась пандемия Все мои проекты, все рестораны И вообще общепит начал загибаться резко Все мои проекты закрылись, где я был бренд-шефом Позвонили из лаваша И предложили дождь бренд-шефа Я посмотрел, я до этого был уже на Павла подписан И вообще смотрел за... Личный бред качает Да, не, серьезно Я был подписан на Павла Евгеньевича Следил за развитием, в принципе, стритфуда в Питере В 20-м году я пришел, сделал проработку Павла Евгеньевича Вот здесь И все, с тех пор работаю бренд-шефом Когда я пришел, было, по-моему, 19-20 точек Я был один и все И сейчас мы выросли, у нас почти 100 точек У нас целая команда У меня сетевые шефы Все разбито на территории Мы вводим хасп Собственное производство Я не думал, если честно, что я настолько влюблюсь В лаваш Павла Евгеньевича, честно Не в том смысле, о котором вы подумали В хорошем смысле Нет, действительно, бренд его личный очень сильно качает Ребят, ну раз у нас, вы понимаете, такой повар С таким бэкграундом Понятно, что мы пошли дальше Кроме курицы и просто говядины Мы начали делать шаверму с креветками Мы начали делать шаверму с брискетом, с реберным мясом Сейчас мы запустили шаверму с тушенкой У нас есть сладкая шаверма Антох, расскажи, вообще, вот ты был в разных странах мира В разных стритфудах мира Какие вот есть шавермы, которые ты пробовал Которых ты не видел, не встречал в России Может быть, ты хотел бы в будущем внедрить, возможно, в нашу сеть Ну, я бы прошелся по Средиземноморью Мне, в принципе, нравится Испания, Италия И кухня их очень нравится Конечно, сложно это запаковать в шаверму Но я попробую Я попробую поработать сейчас Я был недавно в ресторане И, ну, так, черпаю, так сказать, немножко вдохновение Попробую сейчас сделать шаверму с осьминогом, с белыми грибами Думаю тебе понравится, да А вот что ты еще пробовал, того, чего вообще в России нет Ну, блин, было бы круто внедрить Самая ужасная твоя шаверма в жизни Которую вообще нельзя было совмещать продукты такие Самое вкусное Недавно пробовал в Дубае Это была не шаверма, а пита Это было вкусно Пита с мягким крабом Ну, вкусно, да, то есть салат Там был салат, овощи, соус какой-то И мягкий краб Мягко-панцирный краб Запеченный во фритюре И он был прямо в этой пите Так закручен Это было вкусно, реально Ну, это, я думаю, на один раз попробовать А по-самому мерзкий шаверму У меня очень большой опыт мерзких шаверм У меня, кстати, тоже в детстве, в 90-е годы я прошел Три больницы водки на сальмонеллез Все в шаверме Я тогда не буду про это рассказывать До сих пор Почему? Давай Не, ну, я не буду называть Я много где пробовал И много где пробую И сейчас тоже И вот совсем недавно я ел мерзкую шаверму Я два раза укусил и выкинул Несколько дней назад Ребят, ну, и вот Антон рассказал вам Шаверму с крабом в пите, да Шаверму с мемногом мы сейчас будем готовить Вообще, напишите, какую шаверму необычную пробовали вы А может быть, вам она когда-то приснилась Или у вас есть мечта Напишите в комментариях И, возможно, мы с Антохой ее проработаем Попробуем и даже внедрим в сеть Поэтому пишите самые свои заветные желания Самые страшные Где нельзя есть, где можно Какие пробовали, где нет Может, в других странах Вот, и мы попытаемся, возможно, это даже внедрить Кокорец, кокорец, ну, бычий пенис Что бычий пенис? Шаверму, они делают шаверму с бычьим пенисом Кто они? Турки А, турки? Да Кокорец Ну, ребят, у нас бычьего пениса с собой нету Поэтому, к сожалению, мы не сможем вам это приготовить Но когда-нибудь, если вы очень захотите Это будет, кстати Приги, съешь шаверму с бычьим пенисом Мы тебя накормим бесплатно Не, вкусно, реально вкусно Ты доел? Да, да Съешь шаверму с большим То есть, ешь кокорец с бычьим пенисом Так, ну что, ребят, мы берем Как мы его назовем? Олег Берем Олега Здесь у него много щупалец Он был замороженный, правильно? Он был охлажденный Мы его сварили А он уже вареный? Да, я его сварил 45-50 минут Просто в горячей воде С лимоном, с солью, в кипятке Ребят, кто не ел шаверму с осьминогом Я еще попробую за вас Так, окей Что делаем? Так, здесь у нас синяя доска для осьминога Берем белые грибы Белые грибы, расскажи Они маринованные? Нет, нет Сырые белые грибы Они были замороженные Сейчас не сезон Поэтому я взял замороженные Обжариваем слегка их до готовности на оливковом масле Так они уже будут готовы, правильно? Да, да, они будут готовы 2-3 минуты Они будут готовы К ним добавляем чесночок Можно сразу Чесночка Ну, из твоих слов я понимаю, что ты фанат продукта Все равно уже с детства Да, конечно Я вырос в Питере Люблю шаверму с детства И когда-то, когда я испытал вот это вот чувство Что вкуснее, ничего нет Это была шаверма Если, ребята, у нас работает мишленский шеф То, значит, у нас мишленская шаверма Можно официально завернуть У меня нету звезды пока что Но, может быть, мы еще заберем звезду вместе с Лавашом Все возможно Я знаю работу ресторан-индустрии Вот если сравнить ее все-таки с нашим стритфудом Именно непосредственно с нашей сетью Вот насколько она большая разница То есть, в принципе, по идее в ресторане Это совершенно другой процесс, да Здесь у нас все там намного проще, легче Едет там, что-то забивается Многие так думают То у нас большая сеть И у нас все те же стандарты, правила Тот же ХАСП, санитарные нормы Размыты только по всем точкам По большому количеству точек То есть нам сложнее Но мы выдерживаем и контролируем все процессы Прихода товаров, от заказа товаров От поставщика, переработки, хранения и так далее Контролируем так же и гораздо сильнее Более четко, чем многие рестораны И даже многие мишленовские рестораны У нас выдержана поточность максимально Поточность товаров Если честно, я работал во Франции, в Италии Где это, в хороших ресторанах Где это даже не сравнить То есть мы соблюдаем гораздо У нас ответственность не за там 30, 40, 100 человек Мы в день кормим сотни человек По тысяче, тысяче даже, наверное Подводим итоги 2023 года 2023 году был год непростой, но очень интересный Мы смогли открыть более 50 локаций за целый год Мы сделали экспансию в Москву И реализовали там 15 проектов Также мы смогли реализовать 9 городов С компанией Лаваше Очень сильно углубились в производство И создали линию по соусам Теперь мы производим соуса сами Также хочется отметить то, что мы в 2023 году Смогли реализовать 5 проектов на Невском проспекте С большими арендами Но мы смогли отстроить финансовую модель И сейчас Невский проспект полностью захвачен нашей компанией Ну и звездочка этого года Мы реализовали проект в аэропорту Новосибирск Смогли вывести партнера на миллион чистой прибыли В первый же месяц работы Что хочется сказать про 2024 год? С учетом того, что мы прошли 3 кризиса Мы пережили ковид, СВО, повышение цен Я считаю, что в 2024 году правильный шаг Это найти сильную компанию С которой ты будешь двигаться Взять франшизу И самое важное все-таки выбрать нишу стритфуда Потому что стритфуд в кризисное время растет Чем сильнее кризис, тем сильнее рост стритфуда В 2024 году мы планируем расти в 2 раза Мы хотим очень сильно увеличить прибыль партнеров Мы хотим максимально не вкладываться И делать самую сильную команду из партнеров По общепиту в нашей стране Поэтому, если тебе интересно Тебе нравится наш продукт Переходи по ссылочке, оставляй заявку И мы обязательно с вами свяжемся Даже для сравнения могу сказать То, что я знаю То, что точно не сравнится с другими ресторанами И то, что я внедрил с самого начала Это яйца Яйца практически во всех шаверме идут Сыры, они приходят в скорлупе Люди, соответственно, их не обрабатывают Добавляют в соус и так далее Мы, соответственно, используем меланж Мы не используем сырые яйца Они приходят уже обработанные Специально пастеризированные Специальные упаковки Соответственно, и риска вот этого сырых яиц Его вообще нет Второе, это обработка Обработка, конечно же У нас есть трехсекционные мойки везде К нам приходят овощи И я вам скажу так Практически ни в одном ресторанде я работал Не замачиваются овощи в специальном концентрате Их просто моют там Ну, с мылом, не с мылом, горячей водой И, соответственно, большая редкость Где используют концентрат Еще замачивают на какое-то время, да Делают после этого фотоотчет У нас, соответственно, все это внедрено Потому что я прекрасно понимаю Что из овощей тоже может быть большие проблемы Вот, соответственно, мы это тоже внедрили И мне еще кажется, что очень важно, что у нас свое производство Что очень дает большое преимущество, да На рынке Потому что мы отслеживаем не только внутри Скажем так, точки работы Продукт Мы еще отслеживаем, откуда он приехал Потому что мы получаем курицу с фабрики Мы ее обрабатываем Мы ее маринуем Мы ее сами вакуумируем Газы вакуумируем, шокую заморозку И через свою же логистику В рефрижераторах привозим Потому что у нас вся дорожная карта продукта Полностью оцифрована и отслежена И дальше уже на точке Опять же через эти аудиты Специальную разделку Через регламенты Санитарные нормы ХАСП По точность Соответственно, продукт уже выдается В 100% качестве Это очень важно Потому что бывает, знаете Ну, здесь все круто сделано Но поставщик привез не то И ты это не отследил Он не может отследить никак Что он там делал Какой он нарезал Какими руками Соответственно, у нас Мы сами себе поставщики И это очень сильно помогает Для качества продукции Потом каперсов добавим Пошли каперсы Пошло слизи на море Оливки Оливки такие сушеные, да? Без косточки Да, ну, косточки я снял Они были с косточками Это все будет, как бы, горячая составляющая Шавермы Как он нарезает, а? Осьминог прям большими кусками-то нарезает, да? Ну, да, мы хотим его чувствовать А ты его в воде в обычной Или все с какими-то специями Не, только лимон и соль Лимон и соль Лимон и соль Ребят, будете готовить дома Отваривайте осьминога 45 минут Сначала дефрот, да? Ну, зависит от его размера Такой вот килограммовый Килограммовый 45 минут Лимон и соль Дальше, соответственно, нарезаем Грибочки белые Соль, перец Чесночок Оливки Каперсы Да, к грибам чуть подольше нужно Грибы его жарим Они должны вкус дать Вареные грибы не дают вкус Они, ну, не аромата не будут О, слушай, смотрится, конечно Это все шикарно Слушай, наверное, по себестоимости Наверное, будет космос Ну, это, это не для Шаверма за косарь в себестоимости Нет, косарь не будет Я думаю, рублей до 300 То есть продажная стоимость 900 Надо посчитать Мы сейчас как бы от души делаем Да, по количеству У нас же всего немножко Ну, дальше поменьше будет Теперь наши обычные овощи берем Да, помидоры, огурцы И вот так еще кубик, чтобы был Мы нарезаем овощи так Чтобы они максимально Распределялись по всей длине шавермы Чтобы они везде были Но при этом, чтобы гостик все-таки чувствовал Чтобы они были не слишком мелкие И не слишком крупные Чтобы они были среднего размера И жрательно как бы на один укус Вот, слушай, на самом деле ничего и сложного Соломкой-то нарезать Да Фигня Работать коваром это так легко Чем мельче ты режешь Тем больше из них вытекает жидкости Естественно, чем крупнее То есть нужно баланс соблюдать Чтобы они не слишком мелкие И не слишком крупные будут Так, все, закручиваем, да, дорогие? В прошлом году мы с Антоном Сделали мировой рекорд 151 метр Самый длинный шавермы в мире В принципе, реализацией занимался Антоха Я ему позвонил Был в Таиланде Я говорю, мне нужно сделать мировой рекорд Он говорит, я не знаю, как это сделать Я говорю, мне все равно У тебя месяц Едь Придумывай Нам нужно сделать 151 метр 150 метров в лаваше Ну, вот, соответственно Антоха красавчик Сначала сказал, что невозможно Но через две недели мне позвонил Сказал, я решил вопрос Так что Нет ничего невозможного Опять же, вопрос подхода Вопрос веры Вовлеченности, фанатичности Мне кажется, да Вот эта история И в итоге 150 поваров Крутило Весь мир Сейчас знает Что самое длинное шавермы в мире Угла ваше Антоха, ну, расскажи про Мишлен И вот С каких ресторанах ты работал Что это за рестораны были И вот почему Мишлен В чем отличие от обычного ресторана Что этот Мишлен дает Почему он дается Какие критерии И можно ли я в шаверме Когда-нибудь Виндам что-то такое получить Ну, во-первых Шаверме точно можно Потому что Мишлен Раньше был, естественно Только для Очень высокого уровня ресторанов Да, значит Это был вообще Хай Кузин И Ничего другого Сейчас шаверму получил Там в Гонконге Человек, который утку жарил На тележке Да И он получил Мишлена То есть Стритфуд Тоже уже в Мишле То есть Мишлен И замечает И стритфуд И это совершенно реально За определенные Заслуги Его получить Это раз Ну, я попал случайно В Мишлен Я учился На повара в Германии И принимал участие В соревнованиях Между командами Мы выиграли Это соревнование Против Швейцарии И Австрии И как приз Была стажировка Во Франции Это было Для всей команды В ресторане Для Горден Руш Это ресторан Поля Букюса Он умер Несколько лет назад Повар столетия Я там стажировался поваром Потом работал Еще в Мюнхене Уже после обучения В рамках Набора опыта То есть Ты не зарабатываешь Как повар Каких-то больших денег В Мишлене Это только Чтобы Посмотреть Получить Бесценный опыт Работая Полностью С продуктом Полный цикл Переработки Продукта Ну с нуля То есть Количество Привозят Дичь Ты ее привозят Прям в меху Куропаток Привозят с перьями То есть Ты разбираешь Весь продукт От нуля Полностью С нуля До Конечной До реализации Ну это очень Интересный процесс Там очень много Деталей Учитывается Именно при Переработке При создании Блюда Это конечно Был большой опыт Здесь у нас Совсем другая Конечно работа У нас здесь Все таки Системность Выстраивание Процессов Четких Обучения Контроль Здесь это Другая работа Мишлен это все таки Немножко Некая игра Я бы сказал Но когда у тебя Выстроены все эти Процессы И ты гарантируешь Своим гостям Полную Безопасность Вот тогда уже Можно задумываться О том чтобы Поиграть в эту игру Мишлен И возможно А за что дают Мишлен вообще Но сейчас Когда я работал В Мишлене Были совершенно Четкие критерии Да То есть Это определенный Сервис Это определенный Уровень Кухни Это продукты Локальные Сейчас как я вижу Конечно немножко Размылись эти критерии И уже Мишлен дают Многим Как тогда бы сказали Не знаю Те у кого я учился Незаслуженно Возможно Ну вот самое что интересно Вообще Мишлен Это производитель Резины Как вы знаете Да Вот Он до сих пор Производитель резины И они решили Сделать гид По ресторанам Чтобы Пропиарить Свой бренд И настолько Круто И настолько круто Его сделали Что До сих пор Является Просто Ну оценкой Самого лучшего Там заведения В мире Представляете Производитель Резины Ну как бы Как И никто Даже сейчас Уже не Проецирует Да Мишлен С Мишлен Производителя Начали 25 И это Очень круто Вот Поэтому На самом Можно Креативно Отстроиться Всегда Можно Придумывать Как мы Придумали Там Самый Длинный Шавермен В мире Вот Пожалуйста Мишлен Сделал Свой Гид По ресторанам И отстроил Свой Бренд Очень Круто Так Мы Собираем Руколу Сначала Потом Рукол Еще Да Рукола Ребята Рукола Шавермен Таким Конечно Еще Картошечку Картофан Самое Любимое Шавухи Картофан Ребята Кто Любит Картофан Шавухи Это Вот Те Деды Те Лды Горицы Самая Это Наш Соус Айоли Из Чего Делается Соус Соус Мы Делаем Это Эмульсия Из Яйца Оливкового Масла Каперс Зелень Человек Эмульсия Взбитая Это Типа Майонез Типа Майонеза Но он Более Жидкий Он Более Жидкий И Более Лайтовый И Он На Оливковом Масле Просто Можно Такую Полосу Привести Соуса Ровненько Норм Да Хватит И Основная Составляющая Соус Прям Ммм 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 Чувствую Это будет Разъем Так мы масштабируемся Мне очень сложно было работать с бобиной Как вы знаете Что во всех шавермах Есть бобина Куда насаживается мясо Накрутится Вроде такое Шоу Да Запах Этот Но блин Первое Есть большой риск Чеческого фактора Который не докрутит Вовремя Который неправильно Насадит Как сформировать Конвейерное производство Как в Макдональдсе Что можно было Открывать точки В любом городе В любой стране мира И это Этот процесс Был легкий Быстрый Без риска Чеческого фактора Который может Что-то недоследить Поэтому нам нужно было Чтобы оборудование делало Все само Все уже прижало Нарезанное Замаринованное Только любой студент Мог этот поднос положить С этим мясом В конвейктомат Вытащить его Уже готовым Сложить в определенную Там, да Емкость Специально маринуем По секретному рецепту Нарезаем Соответственно Привозим уже в вакууме Либо газов в вакууме Либо в шоковые заморозки На регионы Дальше, соответственно Попадает в этот конвейктомат Готовится Колируется 10-15 минут Буквально готовится От 10-20 килограмм И потом, конечно же Снэкджет Ты тратил на приготовление Только жаркое лаваша 3-4 минуты Соответственно Снэкджет делает 50 секунд И мы уменьшили Время приготовления Почти в два раза Сейчас все точки Практически Переоборудованы Наши уже Сейчас мы переоборудуем Франчайзи В эту историю И мы двигаемся дальше И уже все новые регионы Открываемся только на этом оборудовании Но и все очень удобно Здесь все на одном квадратном метре Здесь взял Здесь же наложил Здесь закинул мясо Положил снэкджет Выложил Проще действие Не нужно ничего нарезать Уже все готовое нарезанное Так, ребят, ну что Мы приготовили Самую лучшую Мощную Сочную В лаваше С осьминогом Ну, во-первых Напоминаем По поводу пениса быка У нас все Знаменит А какой у него был размер Кстати говоря, Антох Ты же его ел В жареном виде Уже большой Все еще большой Да Но на самом деле Людям нравится Наша упаковка Поэтому мы ее не меняем Не меняем Ну что Дын-дынь Дзин-дзынь В лаваше С осьминогом И с белыми грибами Поехали Я вам заширу За 900 рублей Я бы ее съел Честно Реально вкусно Ну, вот соус Я бы, может, еще побольше люблю его Или более ярко выражено Ребята, это Очень вкусно Реально, во-первых, рукола Очень вкусно ощущается Каперсы Оливки Осьминог Огурочки Все прям четко Вот Вообще сложная у меня работа, конечно Постоянно Есть вкусные шавермы Если мы сможем это произвести Я, конечно, понимаю, что много продаж не будет Потому что цена у всего будет, конечно, очень большая Люди по-любому будут на это приезжать кушать Как говорил Хованский Лучшая шава только шава с курицы Все это херня полная Просто у Хованского не хватало денег на нормальную шаву Вот И он не ел шаву с осьминогом Вот это топ, ребят Мне, конечно, хочется постоянно из дисков Вот И реберное мясо меня уже не удивишь А вот шавермы с осьминогом И с белыми грибами Ты красавчик Ты меня удивил, бро Вот это топ вообще Постоянно мы развиваемся И вам я тоже даю Постоянно совет Модернизируйтесь Не стойте на месте Если у вас все круто работает Это не значит, что Будет работать через месяц Или через год именно так же Поэтому всегда ищите лайфхаки Вот мы сейчас сделали оборудование Я порядка 20 миллионов вложил Только чтобы переоборудовать свои точки В новом формате До этого мы построили производство По курице и соусу Вложили там больше 30-40 миллионов В небольшое производство Сейчас уже строим огромное производство Это сотни миллионов Где мы делаем там готовую продукцию Супа и так далее Это постоянно модернизация Мы постоянно не стоим на месте Да, мы не получаем какую-то прибыль Мы реинвестируем Но я понимаю, что мы играем в долгую Через 10-20 лет Это будет глобальная сеть Тысяча плюс точек И чтобы это сделать Нужно постоянно-постоянно Реинвестировать в качество В оборудование, в продукт И в людей Подписывайтесь на канал Ставьте лайк Увидимся в следующих выпусках Ну и конечно же Следите за нами Потому что мы не стоим на месте Мы развиваемся Антох Приходите пробовать шаверму В ла-ва-ше ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА